«Она выживет?» – спросила женщина у врача. «Да, но проживет всего два часа». После таких слов собака посмотрела на людей. На глазах появились слезы. Свои последние силы она тратила на то, чтобы люди увидели, что она хочет жить. До этого момента жизнь цыганки была не сладкой. Еще щенком ее оставили на рынке одну. Она стояла возле магазинов, а люди проходили мимо и даже не обращали на нее внимания. Малышка не понимала, что ей нужно делать. Но в конце рабочего дня ее увидела продавщица одного из магазинов. Она ее накормила и взяла под свое крыло. К сожалению, женщина не могла забрать собачку домой, но каждый день она заботилась о ней, приносила еду ей. Были попытки отдать ее в новую семью, но это было безуспешно. Потому всю свою жизнь цыганка провела на рынке, где познала всю человеческую сущность. Многие ее обижали, обзывали, толкали ногами, но она была очень доброй, потому молча принимала весь негатив. Конечно же, зимой ей не было куда деваться. Она мерзла на улице, скручивалась в клубок со своей подружкой, такой же несчастной. Максимум два часа. Но мы отказывались в это верить, потому продолжали бороться за ее жизнь. Да и сама собака не хотела сдаваться и всеми силами старалась делать все, что от нее зависит. Ей находили доноров, чтобы отстрочить летальный исход и выиграть время. Врачи не могли понять в чем дело, потому что симптомы были непонятные. Я несколько раз уже решалась перевозить ее на обследование в клинику в Москве. Но врачи говорили, что она нетранспортабельная и мы ее не довезем. У нее было очень тяжелое состояние. Но когда получилось его немного стабилизировать, мы все-таки отправились туда, куда планировали. Конечно же, ее состояние было далеким от нормы, вставать она не могла и кушала очень мало. В новой клинике ее приняли как родную. Врачи сразу собрались для совещания по поводу состояния цыганки. И здесь они долго не могли выяснить причину. Но им удалось понять, что с ней не так. Все медработники относились к собаке с пониманием и сожалением. Цыганка ничего хорошего не ожидала от людей, ведь жизнь ее уже многому научила, но она вела себя скромно и проявляла терпение. У нее прекрасный характер, но тряслась она очень сильно, потому что боялась не сделать лишних движений, чтобы никому не мешать. Спустя некоторое время цыганка начала доверять куратору клиники Ольги. Она часто навещала всех животных и нашу героиню с разными вкусностями. Также она благодарила своих спасателей в белых халатах, которые проделали огромную работу, спасли и вернули цыганку к жизни. Лечение еще продолжается, но с каждым днем она чувствует себя только лучше. Конечно, она еще не очень активничает, но уже ходит на поводке. Управляющий клиники поселил цыганку у себя в кабинете, чтобы она чаще общалась с людьми и не скучала.